Травма Травмировать можно любую часть тела и разновидностей травм множество. Сегодня мы поговорим о повреждениях коленного сустава. Здравствуйте! Первый месяц зимы прошел без снегопадов и гололеда. А это значит, шансов получить травму было значительно меньше. Но это только начало самого травмоопасного сезона. И расслабляться не стоит. Впрочем, угроза может подстерегать не только на зимних улицах. Так что стоит принять все меры, чтобы в любой ситуации остаться целым и невредимым. Многие люди на протяжении жизни хоть раз, но получали травму колена. Чаще всего повреждения случаются во время выполнения физических нагрузок. Это может быть любительский или профессиональный спорт, подвижные игры, тяжелый труд и даже обычные домашние дела. И чем старше человек, тем больше вероятность получить травму. С возрастом кости становятся менее прочными. И связочный аппарат, который в коленном составе имеется, он менее эластичный. Поэтому они более травмоопасны. И одинаковое по силе приложение, усилие, вызывает гораздо более серьезные повреждения. Молодой человек, который прыгает с высоты 2-3 метра или даже 4 метра, он подскочил и побежал дальше. Почувствовал, может, боль в суставах. А человеку в возрасте пожилом достаточно упасть, как говорится, с высоты собственного роста. В общем, такие переломы, которые надолго его выводят из работоспособного состояния, зачастую инвалидизируют. Изначально наш коленный сустав имеет свои защитные функции. Околосуставные сумки и мышцы смягчают удары, суставной хрящ обеспечивает легкое движение и тоже поглощает ударное воздействие. Связки поддерживают коленную чашечку и защищают от чрезмерных изгибов и так далее. Но возможности нашего организма не безграничны. И чрезмерное воздействие внешних факторов порой неизбежно приводит к травме. Самое распространенное – это ушиб коленного сустава. Когда травмируется все-таки сустав, реагирует в начале капсулы сустава. И мы тогда имеем дело с так называемым переартритом. В легких случаях это заканчивается тем, что поболело, поводили компрессы и попили немного обезболивающее, походили немного ковыляющее, ограничивая в подвижности и все успокоилось. Следующее дальше идет уже частичное повреждение связочного аппарата. То есть связка не рвется так, как бумажка на две половинки. Она расстраивается и растягивается немного. И на месте поврежденного, вот там, где произошло повреждение, оно замещается на рубец в той или иной степени. Чем больше повреждена связка, тем будет более массивный рубец. Рубец он менее эластичный, чем связка, и поэтому прочность достигается за счет его толщины. Поэтому, если вы обратили внимание, в местах, где там был в начале синяк, в этом месте потом держится сильное уплотнение. У некоторых храна сохраняется на всю оставшуюся жизнь. Если он дальше не травмирует эту зону, она постепенно уменьшается, но все равно она будет толще. Потому что прочность достигается за счет, уже не за счет эластичности, а за счет толщины. Эластичность потерялась, значит, следующая травма, уже будет разрыв, и она будет еще толще. Но это же до поры до времени, а потом это все дело вваливается и идет дальше хуже. Более серьезные последствия ожидают человека при повреждении связочного аппарата. Часто такая травма, помимо сильной боли, сопровождается кровоподтеками и нарушением стабильности в суставе. Когда человек идет, уже чувствует, что нога у него не удерживается. В парную поверхность он может идти более-менее нормально, а когда по пересеченной местности, или гололед, или еще что-нибудь, нога у него не удерживается. То есть он стал неудобно, нога подвихивается в ту или в другую сторону в зависимости от повреждения связочного аппарата. Это доставляет неудобства, а со временем повреждается, соответственно, и суставная поверхность. Суставная поверхность повреждается, а, соответственно, трение между ними уже идет не гладкими поверхностями, а неровными поверхностями, и это уже вызывает боль. В случае повреждения всего связочного аппарата может повредиться и мениск, своеобразная прокладка между бедренной и большой малой берцовыми костями. Когда поврежденная часть мениска ущемляется между составными поверхностями, она их разрушает со временем. И тогда имеются все отсюда вытекающие последствия. Разрушается вначале хрящ, потом передвигающие структуры, развивается деформирующий артроз с выраженными болями, с ограниченными движениями, инвалидизацией. На начальной стадии, предположим, сейчас у нас артроскопы есть в центральной городской больнице, в областной больнице. Этот мениска, если возможно, его можно подшить, восстановив анатомическую структуру. Если у него повреждение достаточно сильное, то его просто ущемляющую часть убирают, чтобы состав работал свободно и без болезни. Не менее тяжелая травма – перелом. Как правило, он происходит при чрезмерных нагрузках на сустав и излишних изгибаниях колена. Ну и, конечно же, в случае падения. Переломы без смещения сегодня лечатся консервативно, а вот со смещением требуют срочного оперативного вмешательства. Результат зависит от возраста пострадавшего и своевременного обращения за помощью. Ну и в крайнем случае, сустав заменяется на искусственный. Все виды операций доступны и выполняются на высоком профессиональном уровне. Следует помнить, что любая травма, даже полученная в молодом возрасте, со временем даст о себе знать. Значит, лучше всего ее избежать. Особенно внимательным надо быть в зимний период, носить удобную обувь по сезону. А если падение неизбежно, то поможет? Умение сгруппироваться. То есть, когда человек потерял равновесие, пытается удержаться, начинает руками махать, как мельница. В конечном итоге сплошня падает и получает все, что только возможно, то и ломает. Нужно уметь загруппироваться. Когда человек начинает падать, нужно стараться присесть, а не упасть с высоты своего собственного роста. Когда начинаешь приседать, автоматически группируешься. Когда человек согнулся, рычаги воздействия на сустав гораздо уменьшаются, и можно получить гораздо меньшую травму. Это первое. Ну и второе. Наверное, никогда не надо торопиться. Спеши, не торопясь. Если же травма случилась, в районе коленного сустава появились болевые ощущения, припухлость, гематомы, онемение, движение стало затрудненным, либо слишком свободным, немедленно обращайтесь за помощью. Хотя специалисты считают, что задуматься о профилактике травматизма человека может заставить только сама травма. А потому искренне желают. Пожелать, чтобы первое падение было наименее травматичным и безопасным. Мы уже знаем, что поздний прием пищи негативно сказывается на работе пищеварительной системы. К чему еще может привести такой режим питания и как отражаются тревожные мысли на здоровье женщин? Об этом и других интересных фактах узнаем прямо сейчас. Тревожные или негативные мысли у женщин занимают около двух часов в день, а в совокупности они отнимают пять лет жизни, подсчитали эксперты. Чаще всего женщины переживают о лишних килограммах, приближении старости, финансовых проблемах, плохом самочувствии, межличностных отношениях и проблемах на работе. И такое беспокойство ухудшает состояние здоровья. Поздние приемы пищи повышают риск развития сахарного диабета. Исследования показали, что у людей, которые больше ели в конце дня, процесс похудения шел медленнее. Более того, у них был зафиксирован низкий уровень чувствительности к инсулину, что связано с повышенным риском развития диабета. По мнению ученых, причиной кардинального изменения поведения пьяного человека может быть не только влияние спиртного на нервную систему, но и реакция его иммунитета на алкоголь. Эксперты считают, что результаты проведенных исследований проливают свет на механизмы опьянения и изменения поведения, а также позволят разработать новые лекарства от алкогольной зависимости. Специалисты категорически не рекомендуют носить неудобную обувь, тем более людям больным с сахарным диабетом. Как минимум, она приводит к появлению мозолей и болей в суставах, а для диабетиков это чревато образованием язв на стопах и поражением периферических нервов. Удобная обувь, наоборот, позволит в значительной степени снизить риск проявления и прогрессирования периферической нейропатии. Здоровье однозначно не будет хорошим, если иметь вредные привычки. Курить, например. Не самые лучшие стороны пристрастия к табаку в разговоре с врачом. Мы уже неоднократно говорили о вреде курения, но тем не менее люди продолжают курить. Не все, но многие. Так что же их влечет к сигаретам? Почему так сложно от них отказаться? Если бы люди осознавали, то они бы не курили. Они знают. А знать и осознавать — это всё-таки несколько разные вещи. Своего рода это какой-то атрибут, ритуал, с помощью которого действительно человек начинает чувствовать более себя уверенным. Где-то в общении, где-то в разговоре, во многих вещах, позициях. Однако на самом деле за этим, наверное, скрываются слабые черты характера этого человека. Вопросов, конечно, очень много. Кто-то получает действительно такое наслаждение. Но это наслаждение как раз на фоне неосознанности. Где-то нравится. До поры до времени всё хорошо и всё зависит от дозы, от меры. Потому что, конечно, сколько лет человечество курит, в одно время даже приписывали сигаретам положительный эффект. Даже совсем недавно, даже ещё и в 20 веке сигареты против астмы, казалось бы, в 19 веке. Жена Пушкина курила, именно снимая свою хандру и свои состояния какой-то апатии. Оттуда вот пошли как бы привычки. Ну а дальше? А дальше курение – это сродни наркотическому пристрастию. Не зря, говорится, считается, что привычка табакокурения намного сильнее, чем привычка к героину. То есть отказаться от неё даже сложнее, чем от героина. Некоторые люди, желающие бросить курить, используют такие средства, как таблетки, кодирование и так далее. Насколько же это эффективно может быть? Самое главное в процессе отказа от сигареты – это всё-таки действительно собственное желание и осознание. И когда человек к этому готов, он вполне может с этим справиться без каких-либо вспомогательных средств. Однако, опять же, ни один курильщик не обладает чёткой уверенностью в себе и сильной силой воли. Вот поэтому эти средства помогают ему, как когда-то сигарета, заменить какой-то ритуал, вот так вот здесь заменить сигарету. Да, я знаю таких людей, которые отказались от сигареты благодаря какому-то периоду применения табакса, ещё подобных веществ, которые продаются в аптеке. Однако же я знаю многих людей, которые пробовали, и это им не помогло. Но, опять же, сила воли там была далеко нечёткая, и желание было далеко нечёткое. Поэтому главное здесь собственное желание и собственный вклад в это дело, отказ от сигареты. Сегодня достаточно популярны электронные сигареты. Они действительно менее вредны? Ну, насчёт электронных сигарет здесь, конечно, пропаганда идёт, что они как бы менее вредны. И возможно, возможно, менее вредны за счёт того, что можно сделать и без никотин, содержащую какую-то тут субстанцию, суспензию, либо же с более низкой дозой никотина. Но если никотин будет, то это всё равно будет тот же вред, однако меньше будет количество других токсических веществ, плюс, опять же, температурная реакция. Но в любом случае это будет химический раствор, который, опять же, будет вдыхаться. Возможно, он будет чуть менее вреден, однако же смысл всё такой же. Отказаться с помощью электронной сигареты можно пробовать. Опять же, здесь всё равно будет на первом месте играть положительную роль собственные желания и сила воли. Насколько, вот лично мне попадались курильщики, которые пробовали пытаться отказаться от сигареты с помощью электронной сигареты, ничего у них не получалось. Сигарета, ведь вообще процесс курения, это вдыхание огромного количества токсических веществ, и это раздражает головной мозг, как бы, говорят, некоторые стимулирует. И в некотором действительно стимуляция, но это очень кратковременные стимуляции, а дальше, наоборот, клиники мозга отмирают от такого угарного газа. И курильщику в другой раз просто невозможно. Курильщик со стажем, с многолетним стажем, ему тоже сложно будет отказываться, и, в принципе, они этим же и манипулируют. Многие говорят, что мне врач сказал, что резко бросать курить нельзя, ввиду того, что действительно никотин уже встроился в обменные процессы. Они даже просто не могут с утра сходить в туалет, ввиду того, что нет стимуляции никотином, для того, чтобы кишечник сократился и произошла актификация. И такому курильщику, да, электронные сигареты, да, любая сигарета, здесь не вариант идёт. Но опять же, всё зависит от его желания. Уже буквально через сутки, неделю отказа от сигареты, постепенно организм очищается. А вообще для полного очищения считается, что не менее чем год должен пройти, для того, чтобы организм относительно очистился после какого-то периода табатокурения. Некоторые люди, чтобы оправдать свою вредную привычку, выдвигают аргумент. Те, кто курит, болеют меньше, чем те, кто не курит. Можно ли с этим поспорить? Есть отдельно взятые индивидуумы, которые курят много и вроде бы как не болеют, однако всё до поры до времени. Никому не секрет, что длительный стаж курения, организм стареет намного быстрее, в разы. В принципе, это всё имеет молекулярный уровень. Одна единственная выкуренная сигарета, организм расходует примерно 25-30 мг витамина С, на то, чтобы хотя бы погасить эти возвредные вещества. За ним расходуются другие антиоксиданты, магний, селен и так далее. А это всё питательные вещества, которые поддерживают нашу молодость. И, конечно, организм… А если человек курит 20 сигарет в день? Давайте умножим 20 на 30. 600 мг витамина С в сутки. То есть курильщик в норме должен потреблять хотя бы 1 г витамина С, чтобы хотя бы погасить вот эти токсичные воздействия, не говоря уже о том, что ему этот витамин С нужен для собственных нужд, для того, чтобы поддержать. Оттуда же идут и все развития эмфиземы лёгких, онкологических заболеваний сердечно-сосудистых, спазм сосудов. Выкуренная сигарета, сразу же сужаются сосуды. О какой молодости может идти речь и о какой иммунной защите? Потому что, опять же, гасятся белковые субстанции. Белки расходуются на то, чтобы погасить вот эти вот ядовитые отравляющие вещества. Отсюда иммунитет страдает. Однако, действительно, есть курильщики, которые вроде бы как не болеют. И утверждают, что вот те, кто не курят, те болеют. Тут, конечно, нужно посмотреть. А те, кто не курят, живут с тем курильщиком, который курит? Ну, так они тогда отравляются отнюдь не меньше. Десятилетний стаж курения. Курильщик накапливает в себе концентрацию полонию, которая равна такой маленькой рентгенустановке. То есть, если этот мужчина дома находится среди домашних, то это, в принципе, рентген-кабинет для своих близких, для детей, для супруги. Он их облучает, не говоря уже о себе. Поэтому найти двух одинаковых людей с одинаковой защитой и посмотреть, кто курит, кто не курит, насколько будут болеть чаще, я уверена на все 100%, что те, кто не курит, в одинаковых условиях практически болеть не будут и будут жить намного дольше и счастливее, чем те, которые курят. А зависит ли наносимый организму вред от качества и разновидностей сигарет? Смысл такой, что в тех, у которых низкого качества, там содержание никотина больше, по-моему, от 1 до 1,8%. А те, у которых как бы качественнее, процент никотина меньше, 0,8-1,3. Однако, какая разница? Там курят тоже много. И действительно, добавление каких-то ароматизаторов, так это же дополнительная интоксикация, тем более в высокой температуре. Мы запускаем, ну вообще, можно сказать, атомную бомбу в свой организм при вдыхании подобных смесей. Легкие сигареты. Ой, чкачу, ну говорят, мол, мы курим легкие, ничего страшного. Но дело в том, что легкие сигареты как бы обрабатываются маслом какао, как бы снижая концентрацию этих веществ. Однако, тем самым тоже там остаются такие вещества, теобромиды, которые способствуют расширению бронхов. Вот как раз то, что якобы против астмы. Наоборот, расширяя бронх, еще более глубоко проникая, давая возможность проникнуть вот этим отравляющим веществам. И поэтому, не только бронх, но и капилляры. То есть, еще больше кровь насыщается. То есть, снижение концентрации в самом табачном дыме якобы никотина, но усиление его всасывания. Поэтому без вредных сигарет их просто не было, не будет, нет и не будет. Никогда. Поэтому абсолютно все они вредны. И не имеет значения, сколько сигареты выкуриваются. Одна сигарета, либо же 20 сигарет. И там будет вред. Но, конечно, там где 20, а то и больше, вредно, тщательно мощнее. В соревнованиях на Западе кто больше выкурит? 25 сигарет за какой-то короткий промежуток времени – летальный исход. Соревнования заканчиваются. На этом мы завершаем последнюю в этом году программу. С наступающим Новым Годом и Рождеством. Пусть ваш дом всегда будет полная чаша. В жизни сопутствует удача. Каждый день приносит радость бытия. Будьте здоровы и счастливы. И до встречи в Новом Году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова